ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серию форумов под уже знакомым слоганом «Вместе мы, соседи» продолжила встреча жителей, депутатов и коммунальщиков в лицее номер 12. Участники мероприятия обсудили насущные вопросы в сфере ЖКХ, а также выбрали лучшие проекты благоустройства города. Для чего, собственно говоря, проводится этот форум? Мы собираем жителей, собираем председателей Совета Домов, собираем актив дома, потому что для всех, для нас действует принцип губернатора Андрея Юрьевича Воробьева «Житель всегда прав». По желанию и просьбе жителей главное формирование концепции развития как региона, так и муниципалитета. Эта стратегия основана на принципе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Житель всегда прав». Таким образом разработано 7 проектов благоустройства общественных пространств, которые были представлены на выбор участника форума. В частности, депутат Александр Дринов рассказал о проекте строительства нового ЗАГСа. Я, с вашего позволения, возьмусь о смелости предложить проект и постараюсь контролировать его и добиться его реализации. Это строительство нового, действительно современного, красивого дворца бракосочетания. Тем более, вот мы находимся в 12-м лицее. А территория вот здесь, она рядом прямо. Около храма Боговленского, около парка Дубке. Великолепное место. Также депутаты Галина Болотова, Александр Васильев, Юлия Ишкова и Владимир Суслов представили свои проекты. В их числе современная антитеррористическая система безопасности в школе, модернизация троллейбусного депо в электробусный парк и увеличение маршрутов общественного транспорта, оснащение дворов видеокамерами по программе «Безопасный регион» и другие проекты. Кроме этого, депутаты вместе с жителями обсудили и другие вопросы по благоустройству придомовых территорий и работе управляющих компаний. Главное, несмотря на возраст, человек может высказать свою гражданскую позицию и делать этот город намного лучше. Поэтому большая благодарность совету депутатов городского округа Химки и главе городского округа за такую возможность. Лучшие проекты химчане выбрали путем голосования. Такая совместная работа жильцов многоквартирных домов и депутатов позволяет организовать команду людей, вовлеченных в процесс улучшения и развития своего дома, двора и городского округа в целом. Редактор субтитров А.Семкин